В октябре 2019 года HBO открыла спин-офф «Игра престолов» под неофициальным названием «Кровавая луна или долгая ночь» по предложению Джорджа Мартина, на которой был снят пилотный эпизод с участием Наоми Уоттс, а шоурайнерами проекта выступили Джейн Голдман и Джордж Мартин. И тут же анонсировала новый проект «Дом дракона» и при этом сразу с заказом 10 серий. На этот раз новый спин-офф станут продюсировать Мигель Сапочник и Райан Кондал, а Джордж Мартин и Винс Джерардис стали сопродюсерами проекта. Давайте разберемся, как говорится, «ху из ху» в новой разработке от Homebox Office. Мигель Сапочник – английский режиссер кино и телевидения, бывший художник раскадровки, больше известный по своему фильму «Потрошители», где он был и продюсером, и режиссером. На встрече Ассоциации телевизионных критиков программный директор HBO Кейси Блойс назвал Мигеля Сапочника ветераном «Игра престолов». На правах режиссера Сапочник присоединился к проекту «Игра престолов» в пятом сезоне, срежиссировав два эпизода под рабочими названиями «Дар» и «Суровый дом». В шестом сезоне также два эпизода «Битва бастардов» и «Ветра зимы». За эпизод «Битва бастардов» был награжден премией ЭМИ за лучшую режиссуру драматического сериала. Ну а в печальном восьмом сезоне тоже отметился двумя эпизодами «Долгая ночь» и «Колокола». Эпизоды, над которыми он работал, считаются лучшими и получили одни из самых высоких оценок на рейтинговых ресурсах. Так что о том, что он снимает и к чему пишет сценарий, так как в этом проекте он заявлен еще как и сценарист, Бигель Сапочник понятия имеет. И будем надеяться, что не подведет. Как сценарист он написал сюжет короткометражки «Мечтатель». Райан Кондалл, сценарист и продюсер из знаковых проектов, это, конечно же, американский научно-фантастический сериал «Колония». Все 36 эпизодов были сняты под его участием в качестве основного сценариста и продюсера. Также известен как автор сценария фантастической короткометражки «Множественность». Помимо работы над сюжетом «Дом дракона», занят над проектами «Побег Логана», «Про недалекое будущее» и «Горец». Как можно судить, у Райана Кондала душа лежит к фантастике, остается только надеяться, что и к фэнтези. Сопродюсеры. Джордж Мартин, автор оригинальной саги «Пез льда и огня», по которой и снят сериал «Игра престола». Являлся продюсером данного кинопроекта вплоть до седьмого сезона и помогал со сценарием первые четыре сезона. Как показывает практика, без оригинального текста Джорджа Мартин, проект не вывозят ни Дэвид Биньюф и Дэн Уайс, ни Джейн Голдман. Как бы тесно они не сотрудничали с автором. На это прямо намекает программный директор HBO Кейси Блойс, отметив, что несмотря на все старания Джейн Голдман и отснятый пилотный эпизод спин-оффа «Долгая ночь», продукт не устроил руководство канала именно из-за того, что нет текстового оригинала. В отличие от сюжета «Дом дракона», который является киноадаптацией книги Мартина «Славиан Бетро», действия которой разворачиваются за 300 лет, дописываем к событий в сериале «Игра престолов» и рассказывают историю дома Таргариена и завоевания Вестероса при помощи драконов. Ну а сам Джордж Мартин заявил, что не приступит к написанию сценария «Над домом дракона», пока не допишет очередную книгу из саги «Песть льда и огня. Ветра зимы». Винс Джерардис. Его тоже можно смело назвать ветераном проекта «Игра престолов», так как он, как и Джордж Мартин, был продюсером этого сериала в 67 эпизодах из 73. Интересно, а в каких же шести эпизодах он отказался от продюсирования? Вопрос, так сказать, на засыпку. Также Винс Джерардис из знаковых проектов продюсировал фантастический сериал «Вспомни, что будет», который, к сожалению, не был продлен, хоть и оставили открытым финал, а также фильм «Телепорт». Также Мартин в своем блоге для общения с фанатами на портале NotaBlog поблагодарил за помощь Райану Кондалу в написании сценария «Дом дракона». Молодых писателей Уэса Тука в свое время помогал Кондалу сериалам «Колония», написав 13 эпизодов к проекту. Клэр Кичелл, драматург из Нью-Йорка, одна из сценаристов таких кинопроектов, как «Хранители» и ОА, а также Тим Миккель, помощница Джорджа Мартина. Коллектив подобрался крепкий, проверенный, в основном, правда, на научно-фантастических фильмах и сериалах. Но думаю, что это не помеха для создания произведения в жанре фэнтези, а наоборот, только поможет притворить замыслы Джорджа Мартина в жизнь, для кинопленки и рассказать нам потрясающую историю о драконах и о завоевании Вестероса домом Таргариенов. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и дизлайки, но самое главное, берегите себя и ваших близких. Редактор субтитров А.Семкин